У вас частенько болит спина в области поясницы или вы не можете найти положение для ног во сне, чтобы вам было удобно. Возможно, это первые признаки того, что у вас развивается опасное заболевание – кокс-артроз. Как подольше сохранить молодость, здоровье и красоту, расскажет наш супертренер Анита Луценко. Аниточка, здравствуй! Здравствуй. Комплекс, который мы сегодня будем выполнять, способен подтянуть фигуру и придать ей легкости. Но основная наша задача – это действительно укрепить здоровье. Наша цель – разработать тазобедренные суставы. Недавно пришла заниматься аэробикой девушка, но как только она начала выполнять упражнения, сразу же почувствовала дискомфорт в зоне тазобедренных суставов. Она сходила к врачу, и ей сказали, что у нее началась первая стадия болезни стариков – кокс-артроз. Ой, кошмар! А сколько девушке было лет? Девушке было где-то чуть-чуть больше, чем 30 лет. В последнее время кокс-артроз очень сильно помолодел. И у тех, кто ведет не совсем правильный образ жизни, плохо питается, курит, мало двигается. И как следствие – постоянная болезнь. Кокс-артроз – это серьезное нарушение работы опорно-двигательного аппарата. Кокс-артроз – порушение работы кульшовых суглобов. Сопроводится болем и ограничением рухливости суглоба. Причинами кокс-артроза может быть малорухливость, неправильное харчевание и травмы в пологе. При отсутствии своевременного лечения, эта болезнь приводит к прогрессивающей кульгавости, укорочению ног и мязевой атрофии. Но передать это могут простые профилактические упражнения. Кто хочет вместе с нами сегодня заниматься, чтобы освоить этот эффективный комплекс? Анечка, выбирай. Пожалуйста, вы девушка, вы молодой человек. Ну и вы прекрасная девушка, тоже давайте с нами занимайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Артем. Со спортом у вас какие взаимоотношения? Положительные. А каким вы занимаетесь спортом? Легкой атлетикой. Легкая атлетика, так значит тазобедренные суставы, наверное, развиты. Но для профилактики будет как раз. Вы представьтесь, пожалуйста. Галина. В основном спорт мой заключается в том, что я бегаю за троллейбусами и травмами. Это все. Ай-яй-яй. Вы пользуетесь тем, что вы и так красивая, поэтому можно не тренироваться. Ага. Но здоровье это совершенно другая вещь. Представьтесь. Кате. Тазобедренный сустав развит хорошо? Вроде да. Ну, сейчас проверим. А это ж вот так вот просто не определишь, да, Анит? Нет, не определишь. Для этого нужно посадить человека в определенную позу, не совсем удобную, и там-то уже будет видно. Есть ли противопоказания? Вдруг ребятам нельзя делать эти сложные упражнения? Если ребята чувствуют себя хорошо, считаем, что противопоказаний нет. Если возникнут какие-то болевые ощущения, то сразу же необходимо прекратить упражнения. А как понять, что кокс-артроз уже начал развиваться? Какие-то тревожные звоночки? Есть три вопроса, на которые человек должен себе ответить. Если хотя бы два ответа из трех будут положительными, то человек сразу должен задуматься. Первое. Бывает ли у вас при ходьбе по лестнице боль, которая отдает в районе паха, боль в коленях или боль в области спины? Второе. Бывает ли у вас такое, что вы не можете во время сна найти удобное положение для ног? И третий вопрос. Нужно ли вам время с утра для того, чтобы расходиться, для того, чтобы суставы встали на место, и вам стало комфортно ходить после того, как вы встали с кровати? Что ответите? Нет. Нет? Нет. На все три вопроса. Ребят, а вы этот тест прошли, может быть, на какой-то вопрос положительно ответили? Прошел. Прошел. Все нормально, да? Нет таких симптомов, да. Галя? Для себя я ответила негативно на все вопросы. Катя? Я тоже прошла хорошо. Отлично. Значит, всем можно заниматься. Приступим, наконец. И моя любимая фраза «На колени, товарищи». Начинается. Первое, что мы сделаем, это хорошенечко разогреем тазобедренные суставы. Мы устанавливаем руки под плечами, вытягиваем правую ногу хорошенечко назад и начинаем вращать. Начинаем делать круги ногой. Очень редко в жизни мы делаем круговые движения тазобедренными суставами. Как правило, мы просто-напросто ходим, сидим и особо не двигаем ногу со стороны в сторону. Поэтому здесь мы заставляем суставчик работать в его полной амплитуде. И в другую сторону. Достаточно прокрутить 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Опускаемся вниз. Во время этого упражнения очень хорошо работают мышцы ягодиц. Вытягиваем другая нога. Подъем нога повыше. И поехали. 10 кругов в одну сторону. Я вас поконтролирую. Артем, ногу дальше в сторону. У Артема отличные ягодицы. Хорошо. При этом постарайтесь, чтобы у вас спина не ходила ходуном, а была зафиксирована. В одну сторону и затем 10 в другую сторону вращаем. Отлично. Хорошо. Собираем ноги вместе. Опускаемся. Это и было наше первое упражнение. Но вы наверняка почувствовали, что уже начали разогреваться. Идем дальше. Да. Второе упражнение. Я называю три точки. Мы садимся. Берем одну ногу. Касаемся пяточкой колена. Подтягиваем ногу к себе поближе. Кладем руку сверху на колено. И пытаемся чуть-чуть опустить. Очень-очень аккуратненько. Чем ниже получится опустить ногу, тем лучше. И снова коленка. Снова к себе поближе. И опускаем. Тянем колено вниз. Еще раз. Вперед. То есть у нас получается три точечки. Раз точечка. Два точечка. Коленом коснулись. Три. Еще раз точечка. Два точечка. Коленом коснулись. Три. При этом очень важно держать спинку ровную. Выпрямляем спинку. И ощущаем, что мышцы начали работать еще лучше. Хорошо. Меняем другая нога. Точечка номер один на колене. Точечка номер два здесь. И опустили побольше вниз. Хорошо. Так, смотрим. Как у нас тут у Артема все хорошо. Ого, Артем, молодец. У Гали чуть похуже, чем у Артема, кстати. Хорошо. И там у нас тоже все в порядке. Так, Артем у нас, видимо, как спортсмен, обладает наилучшими тазобедренными суставами. Но, девочки, не забывайте, что для нас это не менее важно. Следующее упражнение называется устрица. И мы, товарищи, все ложимся на бочок. Подтягиваем коленки к себе. Стопы оставляем вместе. И в этом положении поднимаем верхнюю ножку наверх. И опускаем вниз. Очень важно не заваливаться назад. Это маленькое движение является чудодейственным. Оно помогает укрепить и ягодичку, и избавит, помимо того, что от боли в тазобедренных суставах, еще и от боли в коленях. Хорошо. Достаточно 10 повторений. И 10 раз в другую сторону. Наше следующее упражнение. Круги тазом в жабке. Мы садимся, складываем стопы вместе, коленки в сторону. Упираемся руками сзади. Вам должно быть комфортно. Расправляем хорошо плечи. И мы описываем круг тазом. Поднимаем таз наверх. Описываем кружочек и опускаем вниз. И вправо наверх, вниз. Именно благодаря этому упражнению женщины во время родов избегают такого явления, как вывихи тазобедренных суставов. Так что, Артем, старайтесь. Покажите своей девушке. И 10 раз в другую сторону. Это упражнение является достаточно сложным, потому что мы вынуждены стоять на руках. Помимо этого, у нас очень хорошо работают мышцы пресса. А если возникает боль, нужно себя пересиливать? Ни в коем случае резких болевых ощущений быть не должно. Если вы будете взять этот комплекс каждый день, то результаты не заставят себя ждать. И вы почувствуете свободу в движениях, и ни в коем случае не будете чувствовать себя скованно, у вас не будут возникать боли, и в старости будете великолепны. И, естественно, мы отлично подтянем наше тело. Есть же еще упражнение. Наше последнее упражнение, я называю его бэйби-шейкер. Мы будем качать ребеночка. Но ребеночком в данный момент будет наша с вами нога. Берем одну ногу, поднимаем носочек чуть-чуть повыше. Я сделаю сложный вариант этого упражнения. Я положу ногу сюда. И мы начинаем качать. О, Артем тоже. Ну, спорт, понимаете ли, он работает. Отлично, девочки молодцы. Расправляем плечи и хорошо ощущаем, как у нас начинает приливать кровь к тазобедренным суставам, как мы разрабатываем их, и движения наши становятся более широкими, и здоровье просто-напросто вливается в наш таз. А как долго качать, пока не уснешь? Качать достаточно секунд 30 одну ногу, и затем секунд 30 другую ногу. Затем можно свою любимую ногу прижать близко-близко. О, как хорошо у тебя развита забедренная нога. Я часто с ней это делаю, кстати. Во время моего ежедневного комплекса утреннего это упражнение обязательно. Здорово. И другую ногу. Расправляем плечики, красивые спинки. Хорошо. Три, два, один. И напоследок хорошо-хорошо прижались. Фух, странно. Вроде бы мы и не двигались слишком, а мне, например, даже жарко стало. Но любые физические упражнения, они приводят к тому, что организм начинает работать по полной программе, начинает хорошо дышать, начинает биться сердце, и здоровье, оно же приходит сразу же. А вот мы сейчас у ребят и узнаем. Пришло? Да, я чувствую себя комфортно, мышцы очень хорошо разогрелись. Так. Все очень прекрасно. Галина? Ну, если честно, я сперва испытывала дискомфорт, но вот сейчас какая-то такая приятная, не знаю, усталость даже, и вот действительно я чувствую какое-то тепло, особо в мышцах. А Катя? У меня очищения приятные. Вот. Я давно хотела заняться растяжкой. Вот. Теперь буду постоянно выполнять этот комплекс. Катя, вам обязательно надо, вы сразу станете еще более красивой и расправленной. Спасибо тебе, Аниточка, огромное. Ведь эти упражнения полезны не только для красоты, а прежде всего для здоровья. Привет, Ютуб! Теперь мы с вами будем видеться и здесь. Если вам понравилось наше видео, то оставляйте свои комментарии. А для тех, кто мечтает о красивой фигуре, внизу появилась кнопочка «Подписаться». Так что нажимайте ее и будьте первым, кто получит видео и станет стройнее вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!